Приветствую, друзья! 14 ноября, Всемирный день борьбы с диабетом. Всемирный день. И вы знаете, что я с удивлением выяснил? Что суть-то этого дня борьбы с диабетом состоит в том, чтобы повысить вашу, мои дорогие, осведомленность о этом заболевании. Потому что для предотвращения диабета вы реально очень много можете сделать. Но что я выяснил? Что огромное количество людей в принципе не понимает, что такое диабет. Какие варианты диабета бывают, из-за чего он развивается. Вот вдумайтесь, минимум 10% взрослого населения Земли, 10% имеют сахарный диабет. При этом половина тех, кто его имеет, понятия не имеет о том, что он у них есть. То есть нам над этой самой осведомленностью работать и работать. Поэтому я предлагаю следующее. С одной стороны, о том, что такое диабет, когда он возникает, из-за чего, что его причина. Об этом вы даже учили в школе. Если вы знаете, что это такое, можете просто поделиться этим видео, поставить лайк, приобщиться к нашему сообществу знающих. И спасибо, что вы были рядом с нами. А все остальные давайте послушаем. Я постараюсь повысить вашу осведомленность, рассказать о том, какие виды диабета бывают, какой угрожает именно вам, и что вы можете сделать, чтобы он вам угрожать перестал. Итак, суть. Сахарный диабет – это заболевание, при котором имеет место повышение уровня сахара или уровня глюкозы в крови. Это самое повышение может происходить по различным причинам. Неудивительно, что есть несколько вариантов сахарного диабета. У каждого своя причина. То есть вроде как имя одно – сахарный диабет. А причины развития болезни, механизмы развития болезни разные. Сразу скажу, что есть еще такое заболевание, называется несахарный диабет. Это вообще не имеет никакого отношения к глюкозе. Вообще, это другой механизм. Это редкая болезнь, при которой в силу определенных обстоятельств почки не могут удерживать воду. И человек испытывает жажду и учащенное обильное мочеиспускание. Такие же симптомы могут быть и при сахарном диабете. Но сразу скажу, что несахарный – это тема другой программы. Если вам очень интересна эта тема, поскольку болезнь-то редкая, может, мало кому интересно, пишите в комментариях. Я как-нибудь вам обязательно про это расскажу. Теперь в двух словах. Почему может повышаться уровень глюкозы в крови? Для этого надо знать, что глюкоза является главным источником энергии для человеческого организма. Что бы мы ни съели, если нам нужна энергия, все то, что мы едим, превращается в глюкозу. И глюкоза из кишечника всасывается в кровь. Вот в крови есть глюкоза в определенном количестве. И теперь эта глюкоза должна в клетках человеческого организма превратиться в энергию. Глюкозе надо попасть в клетки. Когда? Тогда, когда есть потребность в энергии. Для этого наша поджелудочная железа вырабатывает особый гормон, который называется инсулин. Инсулин – это ключик. Ключ, который открывает вход в клетку. Клетке нужна энергия, но дверь закрыта. Когда подходит инсулин, ключик повернулся, глюкоза зашла, вы получили энергию. То есть организм регулирует уровень глюкозы в крови. Когда он повышается, открывается дверь, он уходит в клетку добывать энергию. Если же уровень глюкозы понижается, мы испытываем чувство голода. Да-да-да, нам надо срочно что-то съесть, чтобы получить эту глюкозу. Плюс, если уровень глюкозы в крови понижается, то организм использует запасы жира, которые у нас у всех есть, и эти запасы превращает опять-таки в глюкозу. Откуда берется инсулин? Инсулин производит особые клетки, которые находятся в поджелудочной железе. Вот эти клетки продуцируют гормон инсулин. Бывает такая ситуация, когда в силу совершенно непонятных медицинской науке обстоятельств, организм воспринимает вот эти самые клетки поджелудочной железы как чужеродные, и начинает их атаковать. То есть возникает классическое аутоиммунное заболевание. Организм убивает собственные клетки, способные продуцировать инсулин. И вот тогда глюкозы много, а ключика, который запустит глюкозу в клетки нет. Это и есть сахарный диабет первого типа. То есть аутоиммунное заболевание, которое, как правило, развивается в детском или юношеском, ну, в молодом возрасте, и характеризуется, еще раз подчеркнем, гибелью клеток, которые производят инсулин. Лечение сахарного диабета первого типа возможно только с помощью инсулина. На сегодня лечение сахарного диабета первого типа – это высокотехнологичная, стремительно развивающаяся отрасль медицины. И то, как вы будете жить, как заболевший человек будет жить с сахарным диабетом первого типа, во многом зависит от того, как в конкретной стране развиты современные технологии лечения, и может ли этот человек или государство, где он живет, позволить себе эти самые технологии, которые включают в себя особый датчик, который помещают под кожей, который постоянно, постоянно анализирует уровень глюкозы в крови, повышается глюкоза. Этот датчик информирует особую инсулиновую помпу, которая сразу же вводит в кровь инсулин. Это работает все автоматически. Ну, плюс, конечно, диета и так далее. Смотрите, ребята, я сегодня не пытаюсь рассказать вам, как лечится диабет, все правила и все. Я хочу, чтобы мы просто понимали, какая есть разница между сахарным диабетом первого типа и, как многие слышали, оказывается, есть еще другие варианты диабета. Да, есть другие варианты диабета. Например, вот тот самый, самый распространенный сахарный диабет второго типа, который по механизмам развития не имеет никакого отношения к вот тому самому диабету, при котором гибнут клетки, продуцирующие инсулин. Сахарный диабет второго типа – это 95% всех людей, у которых диагностирован диабет. И это тот самый диабет, о котором большинство не знают, но он у них есть. Есть суть этого самого сахарного диабета второго типа. Организм, точнее, хозяин организма, слишком много ест. Причем ест он регулярно много сладостей, он мало движется. В результате организм получает огромное количество углеводов, огромное количество глюкозы. И эту глюкозу уже некуда девать. Она уже откладывается в запасы, в депо, в виде жировой ткани. Уже развивается болезнь, которая называется ожирение. А человек все ест и ест. Глюкозы много. Инсулин стучится в клетку, открывает клетку, говорит, пустите. А клетка говорит, не, 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 ваша глюкоза уже вот тут. То есть клетка уже не реагирует на инсулин. Это называется инсулинорезистентность. То есть инсулина в организме нормальное количество. Но клетки теряют к нему чувствительность. Просто потому, что глюкозы много, ее некуда девать. Вот это и есть сахарный диабет второго типа. То есть если сахарный диабет первого типа, это аутоиммунное, это никто не виноват. Хотя есть некие генетические факторы, есть связь с некоторыми вирусными инфекциями. Кстати, после вспышки ковида резкий подъем заболеваемости первого типа. То есть вирусная инфекция может запустить аутоиммунный процесс. Но в любом случае человек, заболевший сахарным диабетом первого типа, в этом точно не виноват. Вот сахарный диабет, это все сами. Все сами, мы сами к нему идем стремительно, просто потому, что а, много едим и б, мало движемся. То есть сахарный диабет второго типа, это болезнь полностью управляемая человеческим мозгом. Люди сами организуют всю эту болезнь и количество таких людей в мире стремительно растет. И на сегодня как минимум 550 миллионов, минимум, жителей земного шара живет с сахарным диабетом второго типа. И, наверное, есть еще миллионов 250, которые тоже с ним живут, но о нем понятия не имеют, о том, что он у них есть. Кроме сахарного диабета первого типа и сахарного диабета второго типа, есть еще такой интересный вариант диабета. Его называют диабет типа полтора. У него есть даже такая аббревиатура, красиво звучащая, LADA. Латентный аутоиммунный диабет взрослых. То есть это тоже аутоиммунное заболевание, но которое возникает у взрослых. Его, кстати, часто принимают за сахарный диабет второго типа, хотя для него не обязательно характерно ожирение. То есть человек вроде стройный, а у него вдруг в зрелые годы развивается сахарный диабет. В чем еще особенность этого варианта диабета в том, что попытки лечить по правилам, правильными лекарствами сахарный диабет второго типа никакому результату положительному не приводит. Ну и, наконец, четвертый вариант диабета – это так называемый гестационный диабет. Диабет, возникающий во время беременности. Причина его в том, что особые гормоны, которые выделяет плацента, блокируют активность инсулина. Как правило, после родов этот гестационный диабет или диабет беременности проходит благополучно. Он также лечится, если уж диагностирован во время беременности, но при этом имеется отчетливая тенденция к тому, что если у женщины имел место гестационный диабет, то риск ожирения диабета у ребенка и риск сахарного диабета второго типа у самой женщины будет значительно выше. Ребят, собственно говоря, в этот день, всемирный день борьбы с диабетом, я хотел бы обратить ваше внимание на ваши возможности. На сегодня из-за войны, из-за социальной политики, из-за нашего с вами равнодушия, мы имеем ситуацию, когда профилактической медицины практически нет. А сахарный диабет второго типа – это тот единственный вариант диабета, который нами полностью управляется. То есть будет он или нет, зависит исключительно от нас с вами. И в этот день, когда вы должны быть информированы, я информирую вас о том, что избыточный вес и ограниченная физическая активность – это два самых коротких пути к развитию сахарного диабета второго типа. А с ним, с сахарным диабетом второго типа, связано большинство случаев почечной недостаточности, большинство случаев слепоты, большинство случаев ампутации конечностей. То есть это очень актуальная тема, полностью нами управляемая. Задумайтесь об этом. Задумайтесь об этом. Обращаю внимание, кстати, что у доктора Комаровского уже есть готовый курс по поводу похудения, потом по поводу как относиться к вашему избыточному весу. Ссылка будет в подписи к этому видео. И также наша команда берет на себя обязательство в ближайшее время записать для вас видео про преддиабет. В этом видео мы расскажем вам о том, как вовремя остановиться, как понять, что у вас формируется сахарный диабет второго типа и не допустить его возникновения. А пока сделайте правильные выводы. Рот прикрыли, оторвали попу от дивана и побешали физические нагрузки. И делайте правильные выводы. Редактор субтитров А.Семкин